АПЛОДИСМЕНТЫ Выступление группы Луна, пикантные подробности автограф-сессии, приятная встреча в пресс-центре. Они стоят на страже веселья, культовая лужа породила зелёных героев фестиваля. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки, под сыр носим, как рубашки. ДОБРОФЕСТ На мавзолею все эти люди стоят, чтобы получить автограф Луны. Где сегодня приходилось ставить автографы? Самое интересное место. Мне сегодня всё обычно. А вообще за свою карьеру где самое интересное было? Лично для меня на женских грудях. Это было странно. Что было-то было. Вообще к нему должны подходить с грудями. Но мой автограф нам тоже понадобился. Спасибо. У тебя уже много таких курток или это единственное? Вторая. Что случилось с первой? Отдал другу. А эту кому? Себя оставишь? Да. А вот этот отпечаток, это тоже кто-то из артистов оставил? Нет, это я оставил. Сам? Да. А как ты на спине себе сумел оставить протектор? Я очень гибкий. Группа Луна – долгожитель Доброфеста. И в этом году ребята отмечают в Левцово сразу три юбилея. Десятилетие со дня основания, десятилетие Доброфеста и 30 лет исполнилось барабанщику группы Леониду Кинзбургскому. И он получил необычный подарок. Солистка группы Лусинеги Варкян поздравила своего друга на руках многотысячной армии поклонников. С днём рождения! С днём рождения! Леонид! Расти большой, не будь большой! Доброфест – фестиваль дружеский. Артисты здесь не только выступают на сцене, но и с радостью общаются за её пределами. С организаторами, прессой. И, конечно же, не упускают возможности обнять старых знакомых. О, вот, я сидела, стою на ближайке. Я сидела, ждала, ждала. Давай, 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 вместе, давай, давай, вместе! В беседе с журналистами Лусинеги Варкян рассказала, что не против появления цифровых технологий в музыкальной индустрии. И бытует мнение, что скоро математические алгоритмы заменят артистов. И чтобы создавать музыку, достаточно будет включить программу. Но Луна за своё будущее и будущее своих коллег по цеху не переживает. Всё циклично, говорит исполнительница. Мода на цифру может смениться модой на живое звучание. Прозвучал вопрос и про подарки, которые дарят на юбилей группы. Как обычно, всегда, если какие-то тортики появляются, мы, конечно, стараемся их вместе с залом поглощать, потому что мы тортиков много не кушаем. Но так всё, всё как всегда, флаги какие-то. Главное, чтобы люди на концертах горели, угорали, пели песни. Это самое важное. Остальное всё, всё, как атрибутика. Мы не жалкие бугашки, супер-нинца-черебашки. Под сыр носим, как рубашки. На третий день фестиваля из лужи перед сценой появились герои известного мультика. Черепашки-ниндзя стали любимцами публики. Не меньше внимания доставалось и месту, откуда они вышли. Купание в легендарной Доброфестовской луже, неофициальный обряд посвящения в Добропиплы. Через него прошёл и гитарист американской группы Февер-333 Стивен Харрисон. Но такое развлечение досталось посетителям только в первые два дня. После погода наладилась и знаменитая лужа высохла.